добрый вечер уважаемые зрители и слушатели у кого вечер у кого утро доброе утро и добрый вечер рады вас приветствовать у нас сегодня на канале светлана со своим состоянием во-первых во-вторых с темой запуск вселенских часов как всегда у нас будет хорошее настроение на канале и позитивное общение если кто-то желает задать вопрос заходите в зум либо просто в чате зачитаем вопрос здравствуйте спасибо артурчик ребят пока присоединяются я наверное хотела бы как обычно пока там готовят свои вопросы я наверное хотела бы сказать во первых в очередной раз поблагодарить автополстар и еще раз напомнить что ребят у нас нет никакой поддержки никакой никаких ресурсов где бы где мы могли бы брать финансы чтобы чтобы обеспечивать и содержать наши каналы вот и если вам нравится канал автополстар который я очень-очень люблю я бы конечно хотела бы вас еще раз призвать чтобы вы насколько могли поддержали этот канал у нас очень много подписчиков у канала автополстар и если хотя бы раз в месяц каждый скинется буквально ребят по 100 рублей вот больше не надо по 100 рублей если каждый скинется но хотя бы половина это уже будет огромная огромная помощь не надо думать что если там вы не можете скинуть там тысячу там или сколько нибудь еще больше то вы не внесете свою какую-то лепту это не так даже если у вас есть только возможность скинуть 50 рублей это будет уже здорово если большинство людей скинется буквально по маленькам по маленьким каким-то суммам то это будет огромная огромная поддержка вот это очень важно действительно очень важно потому что нет такой возможности чтобы работать, обрабатывать видео, приглашать, какие-то вести переговоры с какими-то спикерами, им рассказывать, как правильно оформить видео, как правильно сделать то, и все. И при этом еще работать на какой-то стационарной работе, то практически не бывает времени. И чтобы это было максимально задействовано именно здесь, в Автополстар, чтобы вам было лучше видеть, чтобы вам было приятнее слышать, чтобы для вас были различные спикеры, которые абсолютно разную информацию преподносят, которую вы можете использовать для себя, то было бы здорово, если бы вы поблагодарили. Это первый момент. Второй момент, конечно же, я хочу вам сказать, что у меня завершился очередной ретрит. И на этом ретрите я не делала отзывы. Я не делала отзывы, потому что это был настолько глубокий, настолько клевый ретрит. И здесь я записала отзывы не от ребят, а для ребят. Это для меня было настолько значимо. Это у меня они собираются настолько глубокие. И те ребята, которые приезжают вновь и вновь, кто-то второй раз, кто-то третий раз, кто-то четвертый раз приезжает на ретриты, кто-то первый раз приехал на ретриты. И это постоянно такая глубина, это постоянно такое раскрытие меня, что я настолько благодарна этим ребятам, я настолько благодарна тому, что происходит на этих ретритах. То, что происходит после ретритов, мне до сих пор пишут ребята, как у них происходит распаковка. Мне до сих пор пишут ребята, что говорят, Свет, мы почувствовали физически, мне пишут ребят, мы почувствовали физически про то, что ты говорила, как приходят знания. Когда наш аватар вот так-то реагирует, когда у нас идет такая-то распаковка. И после ретрита, когда мне, ребята, еще во время ретрита происходят такие чудеса, о которых просто вся вселенная говорит, вот тебе сюда, вот тебе туда, вот тебе это. И когда мы это принимаем, когда мы это воспринимаем, то мы понимаем, что вся Вселенная – это всё для нас. Ребята, это действительно так. Это не какие-то сказки, это не какие-то наши высказывания непонятные в каком-то порыве. Это действительно так. Это так, когда ребята мне говорят, что не успев выехать ещё с ретрита, они говорят, что у меня поменялось так жить. Меняется жизнь так, что ребята остаются в других городах, переезжают в других городах. То есть настолько вот это всё моментально меняется, не потому что я такая, не потому что я что-то, а потому что это идёт через честность. Когда мы распаковываемся, мы ковыряем на этом ретрите прям очень глубоко и очень жёстко. Были слёзы, были сопли, были прикольные моменты. Я очень мало выкладывала видео, правда, потому что просто не успевала снять, потому что на этом ретрите было много народа. И следующий ретрит будет с 28 ноября по 2 декабря. Кто готов на полную трансформацию, на тотальную трансформацию, ребят, присоединяйтесь. И, конечно же, мне очень приятно, что ребята приезжают из-за рубежа. То есть для меня это, конечно, в такой ситуации, когда это не совсем так легко, и когда ребята приезжают из Германии, когда ребята приезжают из Италии. Это так клёво, это ты понимаешь, насколько мы все вместе, насколько вот всё это здорово, и это очень круто. И хотела бы я, конечно же, сегодня затронуть тему «Запуск вселенских часов». Что я подразумеваю под этим? Я, конечно же, расскажу про это в самую верхушку, потому что не каждый готов воспринять то, что я вижу, что это происходит изнутри, потому что изнутри происходят не лицеприятные вещи, не те, которые, стоит озвучивать это, наверное, на общую массу, но люди, которые в этой теме, которые готовы идти дальше на раскрытие, они всё равно поймут, либо докопаются, либо мы с ними уже об этом говорим отдельно. Что я подразумеваю под запуском вселенских часов? Я вам уже рассказывала, ребят, что такое, как мы можем продлить, ну, верхушечку рассказала, как мы можем продлить свою жизнь физического аватара, нашего белкового аватара. И дала полную, ну, как бы максимальную инструкцию, которую я сейчас вижу на ретрите, как мы можем запускать вновь и вновь регенерацию наших клеток. Что для этого нужно делать? Это всё очень просто. И что такое вселенские часы? Мы же понимаем с вами, да, что мы здесь живём. Но мы здесь живём не просто так, мы здесь живём, наверное, в большей степени для передачи знаний, не для того, чтобы мы в себе скапливали знания, а для передачи знаний. И что такое максимальная передача знаний? Максимальная передача знаний – это когда мы передаём свои знания через нашу ДНК. Потому что через нашу ДНК мы можем регулировать и формировать временное пространство, временное пространство, временное пространство, то есть плотность того, где мы существуем себя. Плотность того, где мы существуем себя в настоящее время, где мы существуем тогда, где мы себя ощущаем. И когда мы чётко понимаем, что такое плотность, что такое время, что такое наше ДНК и как мы это передаем, мы очень четко понимаем, что когда у нас идет передача нашего ДНК, мы можем себя формировать не только через себя, но и через наше ДНК. То есть, например, я водитель, чтобы так было просто, я водитель, и я еду в автомобиле. Это мой автомобиль, это мое детище, это то, что я собрала, к примеру. И я могу регулировать, на какой скорости я еду. Но чтобы отрегулировать, на какой скорости я еду, это нужно не просто себя познать, это нужно знать этот автомобиль. А если этот автомобиль – это наше ДНК, это наши дети, то что мы можем делать с нашими детьми? Мы можем не просто показывать им своим примером, потому что своим примером, как бы мы ни говорили, ребят, что бы мы ни делали, Своим примером очень тяжело показать. Бывают такие моменты, когда тяжело показать своим примером определённые вещи, потому что нас так или иначе сдерживает нас собственным. И мы знаем, мы детям говорим, вот так вот правильно, а сами по определённым причинам не можем сделать какие-то вещи. И мы это чётко осознаём, мы это чётко понимаем. И мы детям пытаемся это объяснить. Почему мы не можем это сделать? А вы так можете. И когда мы говорим «вы так можете», когда мы говорим «из одной семьи вы так можете», то они это делают как могут. Они это делают, как им сказали родители. Но они видят, как живут родители, и они видят, как они входят в этот социум. И этот социум говорит абсолютно об обратном. Чаще всего, не всегда. И чтобы это избежать, Сейчас, на сегодняшний день, у меня есть видение, как это сделать. Я ни в коем случае не говорю, что это истина. Я ни в коем случае не говорю, что так нужно делать всем. Я просто сейчас с вами делюсь то, что я увидела, то, что я вижу, то, что я думаю. И если кто-то меня поддержит, то я буду... Ну, это будет здорово, мы пойдем в одном направлении. Если не поддержит, то это тоже будет здорово, у каждого свой путь. И как я вижу на сегодняшнем этапе, я вижу то, что нам нужно будет создавать, нам нужно сейчас уже создавать, то есть мы уже создали определенную группу людей, определенную группу, кто может еще присоединиться на любом этапе, ребят. Нужно создавать школы для наших детей. На сегодняшний день это онлайн-школа. Онлайн-школа не просто осознанных детей, потому что я общаюсь с многими ребятами, и меня приглашают в разные поселения. И там бывают детишки настолько великолепные, настолько светлые, настолько чистые. И вот на них смотришь и думаешь, боже мой, ну это же вот это наше будущее. Есть такие дети, и это здорово. Но я могу сказать, что у меня вот не такие дети. У меня, да, у меня старший сын, у меня он очень любит учиться. Он у меня воспринимает все вот прямо с лета. А двое детей, они вот такие вот хулиганы. Вот хулиганы, как наши в 90-е, в СССР. Вот они такие. И они не могут учиться не потому, что они не хотят, но они и не хотят учиться. Но вот у них вообще никак не идет учеба. Пока, до того момента, пока я не начинаю с ними разговаривать, и пока я не начинаю объяснять определенные моменты. Как только я начинаю объяснять своей точке зрения, они сразу же понимают максимально. И я здесь точно уяснила, что нет того, что мы не можем передать нашим детям. Есть только то, что неинтересно. Но если мы передаем из внутренности себя, из внутреннего познания, не из-за того, что надо, а из любви самого себя, то это воспринимается очень легко. И когда мы начинаем передавать эти знания, то тогда дети не просто начинают это знать, они начинают так жить. Но это должна быть не просто школа. Мы же понимаем с вами, что школ сейчас миллион. Онлайн-школ, онлайн-школ. С какими только программами их нет. И они все вроде бы идеальны. Но когда я немножечко копнула в эти школы, я поняла, что все школы идут на потребление. Все школы, я зависаю, мне пишут. Действительно, ребята, я зависаю? Нет, все в порядке. Все в порядке у вас. А, все в порядке, да? Ага. Видимо, у кого-то интернет. Смотрите, ребят, дело не в том, что какие-то школы хорошие, какие-то плохие. Я их на это не делю. Но все школы, как все, которые я исследовала школы, они все действуют на надавание. То есть все дают ребенку. И ребенок всегда берет. И если мы будем дальше продолжать вот это потребительство через себя, через детей, то мы так и останемся, как бы мы ни говорили, какие мы осознанные, что мы едим, что мы не едим, что мы делаем, что мы не делаем. Это все бесполезно. Это все вот эти вот крысиные бега. Нам нужно научить, как мне кажется, детей учить на отдавание, на изобилие, когда мы делимся собой. Что я подразумеваю под этим? То есть, например, в нашей школе будет онлайн, оффлайн. Неважно. Давайте сейчас начнем с онлайн-школы. Потом я дальше расскажу, что дальше, какие есть видения. Если это будет онлайн-школа, когда просто онлайн дети учатся, и, например, четвертый класс преподает какой-то урок первому классу, но один ребенок же может выучить один урок какой-то. Например, русский язык, вот один урок. Он же может его выучить, даже если у него с русским нехорошо. И есть любой, не обязательно преподаватель, а может быть просто родитель, который хочет поучаствовать в жизни своих детей. Это, возможно, будет раз в месяц всего лишь. И он готовит ту же тему, чтобы преподать ребенку. И когда ребенок рассказывает четвертый, например, четвероклассник рассказывает первокласснику вот то, что он знает, то, что ему нужно по программе, а родитель потихонечку сидит и очень нежно корректирует, если это нужно. Если не нужно, то он потихонечку ему потом скажет этому ребенку. И что происходит в это время? Во-первых, первоклассник знает, что он через год, через два может преподавать таким же деткам, как он. Он уважает его труд, потому что он знает, что он станет на его место. А четвероклассник, он сделает все максимально, чтобы взять всю информацию, чтобы он был самым лучшим учителем, чтобы ему эти ребята сказали, «Как здорово! Спасибо большое! Приходи к нам еще! Преподавай нам еще!» И он будет себя чувствовать, во-первых, значимым, потому что что у нас происходит в школах? В школах у нас происходит «Ты лентяй, ты такой, ты сякой!» Домой приходят, дома то же самое происходит. Ну, по крайней мере, у меня. Давайте я буду за себя говорить. И чтобы вот этого не было, чтобы ребенок себя чувствовал вот прямо максимально значим, он будет готовиться к этому дню, он будет готовиться к этому, когда он будет преподавать этот урок. Маленький урок всего лишь 40 минут. Что будет с ним происходить? Во-первых, у него будет ответственность сформироваться, он будет четко знать, он скажет, вот посмотрите на любого ребенка, когда ему говорят, что ты будешь вот это делать. Для него это важно, для него это прям, это его мир. И он будет через ответственность самого себя ждать этого дня. Это первый момент. И второй момент самый важный. Где нет ни в одной школе, ребят, ни в одной, он будет себя дарить. И он будет себя, научается себя дарить до последней капельки. Понимаете? Чем больше он отдаст этой информации, ему будет хотеться быть настолько красивым учителем, настолько мощным учителем, настолько всеобъемлющим учителем, вот на эти 40 минут, что он будет себя выдавать вот до капельки. А когда он будет себя выдавать до капельки, что будет с ним происходить? Он будет учиться себя дарить. Ребят, а когда мы себя дарим, что происходит? Вот вы, когда дарите какую-нибудь там вещь, какое-нибудь еще что-то кому-нибудь из своих близких, что с вами происходит? Вы же радуетесь. И мало того, что вы радуетесь, вы никогда в жизни не попросите, я тебе там подарил вот кофточку, дай мне, пожалуйста, половину рукава. Я тебе там подарил что-то, дай мне вот половину вот этого. Никогда у вас не будет дележки, никогда у вас не будет того, что сейчас мы наблюдаем в мире. Никогда в нашем мире не будет войн. Тогда, когда мы научаемся себя дарить, вы не можете отвоевывать себя обратно, когда вы себя подарили, когда вы дарите себя без остатка, когда вы дарите себя из изобилия. И вот здесь наше будущее, здесь запуск наших вселенских часов. Кто может запустить вселенские часы? Кто может сделать нашу планету такой, которая будет просто светиться, как самое большое и самое чудесное? Кто может это сделать, кроме нас? Никогда никто этого не сделает. Ни в какое мы не войдем, ни в пятое измерение, ни в двадцать пятое измерение, пока мы не будем ждать и говорить, вот эти вот говноеды, вот эти вот дуроеды, вот эти дереволазы, эти вот еще кто-то, а мы вот такие вот клевые, мы пойдем в пятое измерение. Никуда вы не пойдете, пока вы не сделаете определенные вещи. Определенные вещи для развития самих себя через свой генотип, через генотип своих себя следующего. Никогда этого не произойдет. Просто вымернем и все. Мы всегда ждем чего-то, мы всегда ждем, что кто-то сделает, мы всегда ждем, что вот это вот пятое измерение наступит, вот это вот наступит, вот то вот наступит, и вот мы такие осознанные, мы туда пойдём, а что вы сделали из своей осознанности, что вы сделали, как вы научились себя дарить, как вы научились жить так, чтобы не было войн, как вы научились жить так, чтобы не было какого-то разделения национального, религиозного, ещё какого-то, что вы сделали такого, чтобы вообще говорить, что вы туда пойдёте, мы все такие красавцы, мы все такие, мы все спикеры же, мы такие замечательные, И это тоже классно, тоже нужны для осознания чего-то, это же здорово. Но если мы не будем предпринимать какие-то действия, ну грош цена этому всему. Не знаю, может быть, я так вижу, может быть, у кого-то есть другие знания. Но если мы будем разговаривать только про какую-то биоту, если мы будем разговаривать о том, что есть у нас среди нас какие-то биороботы и человеки, если у нас вот такие-то и такие-то, то что толку, если у нас будут эти знания? Что толку, если мы будем знать, как устроена даже вся Вселенная? Что толку, если мы будем знать вообще всё в своём теле и уметь даже регулировать его? Если мы не пойдём дальше на раскрытие себя, если мы не пойдём дальше на дарение себя, если мы не пойдём в этот свет, то ничего не будет. мы должны это делать должны конечно это такое наверное жесткое грубое слово ух сколько здесь сообщений там просто общение двух человек не можно не общаться не обращать внимание я отражаю просто как 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 об стенку бьется там одно сообщение 2,5 миллиона в месяц канал 20 тысяч неплохо вы захотели ребят так вот смотрите вот два с половиной миллиона вы думаете что каждый человек вот что-то отправит я же вам говорю просто вот и посмотрите вот у нас даже вот вот этого с первого сообщения мы всегда любим считать чужие деньги а вот я ему сейчас отправлю 100 рублей вот у него сколько будет вот у него будет больше чем у меня поэтому я не отправлю но ты же смотришь сейчас этот канал тебе же нравится он ты же сейчас занимаешься время даже если не нравится но это не факт что не нравится да ты занимаешься во время даже если ты сидеть сейчас сидишь смотришь вот например меня и плюешься говоришь о вот опять очередная там какая-то там кукушка что-то там рассказывает но я же вас вам не говорю что отправьте по тысячи но отправьте по 50 рублей на что тебе с 50 рублей и это же не отправят все люди это же отправить буквально если треть отправить то это будет здорово вообще понимаете чтобы человек который убедит этот канал что он вкладывает сколько он ресурсов вкладывает это сколько он времени в это вкладывает сколько нужно ему времени пообщаться со спикерами а все спикеры знаете вот бывают такие которые вот открыты а бывают же и пафосные спикеры а бывают и другие спикеры который который может определенный подход а А этот человек, например, который должен пообщаться со спикером, чтобы вывести его на этот канал, он, например, там не спал ночь, потому что он был на работе. И ему нужно своё вот это вот не спание, своё вот это вот какое у него настроение просто засунуть куда подальше, чтобы пообщаться вот благостно с этим спикером. Или вы думаете, что это всё так просто? Ну, блин, просто, конечно, просто. Это его любимая работа, это, конечно же, так. Но если мы будем помогать друг другу тем, чем мы можем, то какая разница, что у него будет? Мы же сейчас не идём, это то же самое, что я сейчас говорю. Вот давайте откроем школу, и кто-то говорит, о, сколько она на этой школе заработает? Да, ребят, нисколько. Это будет не та школа, которая будет собирать деньги, это та будет школа, которая будет социальная. Это будет после школы, это будет создаваться садик. Но для садика там другие документы нужны. Там нужна будет другая правовая база, и она намного глобальнее. И это будут садики, это будут школы, это будут университеты для осознанных детей, которые будут идти на познавание человечества. Не на познавание биороботов, не на то, что чему там учат, а на то, что есть истина нашей планеты. Они будут жить, это будут строиться города. Да, но строиться города они могут только после того, когда мы с чего-то вообще начнём. Чтобы ребёнок не вышел с этой онлайн-школы, где там всё вот это вот, ой, вот ты такой замечательный, ты такой бог, у тебя вот есть вот такие способности. И он выходит с этих способностей, ему в пятёрочке говорят, эй, что ты там, вот это вот сделал, корзинку убери. Конечно, его это приземлит. Конечно. Ну как по-другому? Ну так давайте это создавать по-другому. Давайте это делать как-то массово, масштабно. Нас же много, ребят. У нас здесь только вот сколько там человек, вы написали, фиг его знает сколько. Много. Давайте начнём с малого. Это же наше будущее, это же наши дети, это же мы. Давайте начнём продолжение себя делать в другом контексте, в другом мире. Если мы это не будем, то что будет? Мы остановимся. Вы что, не понимаете, что сейчас происходит? Сейчас происходит вот эти вот, возьмём там, ну что далеко ходить? Все же знают Диснейленд. Давайте возьмём Диснейленд. Вы думаете, Диснейленд, он создан для детей? Вы думаете, Диснейленд, он создан для родителей? Вы думаете, он создан для того, чтобы порадовать кого-то? Нет. Он создан для проверки, на что готов ваш ребёнок. В Диснейленде даже есть подземная тюрьма. Вы думаете, она для того, чтобы развлечь вашего ребёнка? Или для того, чтобы увидеть, насколько ваш ребёнок готов к этому? Это идет отбор для определенных вещей, которые я естественным образом не могу озвучить здесь. Каждое, каждое вот эти вот огромные вот эти вот комплексы для детей, это идут для определенных действий, чтобы прощупать, на каком определенном уровне готов каждый ребенок. Вы думаете, куда пропадают наши дети? Что случается? Откуда они уходят? Почему это так? Ну, про это... Что ты хочешь? Я же сказала, в тумбочке. Ну, с твоей стороны в тумбочке, около окна. Значит, все, не знаю. Вот, поэтому, ребят, все, что... И мы можем, конечно, себе придумывать, что вот это вот не про это, вот это вот не про то, вот это вот вы придумали, вот то придумали. Мы можем хоть сколько закрывать на это глаза, мы можем хоть сколько думать, что кто вот он там заработает столько. Если мы не будем друг друга поддерживать, то мы никуда не уедем с вами. Мы так и будем вот по этому замкнутому кругу бегать, вот эти вот крысиные бега у нас никогда не закончатся. Мы будем просто друг друга кусать за жопу, все время указывая на какие-то негативные моменты. Мы никогда не раскроем своих детей, потому что мы себя раскрыть не можем. У нас этой злости, у нас этой зависти, она через уши льется. Для чего? Чтобы что? Что вы хотите? Сейчас очень много вот этих вот моментов, когда говорится, вот перейдем в автономию. В автономию вам зачем переходить? Зачем вам не есть? Если вы сознанием не перешли на другой уровень, если вы через сознание не видите, как ваш аватар подтягивается к вашему сознанию, если у вас не случается осознание, к вам не придут знания, и у вас будет механическая отказ от еды и жидкости, у вас не придут к вам эти знания. Вы так и будете стоять на том уровне, где человек ест. Какая разница, едите вы или нет, если к вам не пришло это осознание. Через что бы оно ни было, через силу воли, через какие-то плюшки, когда вы себя просто заигрываете, через какие-то механические гипнозы, когда вам там сказали, ты не ешь, всё, замечательно, ты не ешь. А что толку, что ты не ешь? Ну ты перестаёшь есть. Знания в тебя никогда не войдут. Никогда не войдут, когда ты не осознаешь себя. Никогда их не будет. Ты никогда не увидишь той картины, которая есть в мире. Ты никогда не будешь идти к этому свету просто потому, что ты перестал есть. Ребят, давайте всё-таки будем реально смотреть на вещи. Но это же… Здесь же, ну, наверное, 90 людей, 90% людей, я уверена, это как раз те люди, которые готовы воспринимать ту информацию, которая базируется в них, не которую я даю, не которую дает кто-то другой, а которая в них. И они готовы её раскрывать. И это самое главное, что есть в нас. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Пишут про образование, что это очень важно. И, ну, ещё комментарий был, что собирать людей, а они, ну, как бы, вместо денег собирать труд людей. Мне кажется, это конвертируемая валюта вполне. И тут разницы особо нет. Можно не отвечать на этот вопрос. Ну, то, что ещё был комментарий, что современное образование – это, ну, как бы, когда дома сидит человек и учится вместо того, чтобы куда-то идти, и у кого-то там он занимается личным самообразованием, ну, и не выходя из дома. И взрослые, и дети в том числе. Да, ребят, если кому-то эта тема интересна, если кому-то это важно, то под каждым видео есть реквизиты. Пишите, пишите. У нас есть, я буквально день назад создала вот этот чат, где у нас будет про образование, где мы будем вот… Начнём с образования. Ребят, нужно просто с чего-то начать. Мы с вами перестроим мир. Это не вера, это факт. Это действительно так оно и будет. Но просто у нас очень мало времени осталось. И чтобы нам это время и подтянуть, нужно не только себя в это втягивать, но и наших детей мы параллельно раскручивать, потому что дети – это настолько огромный ресурс. Мы всегда тянемся за детьми, не они за нами. Это ерунда, что дети учатся у нас. Мы всегда учимся у детей, если мы на это посмотрим. Если мы все возможности дадим в руки детей, то, поверьте, они нас вытянут просто вот на такой уровень, на который нам даже не снилось. И чтобы это сделать, это нужно просто делать. Нужно делать просто, начинать с малого. Потом мы с вами сделаем всё, 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 что нам нужно. И это будет через свет, через дарение себя. По-другому не бывает. Ещё Матвей пишет вопрос, а что есть в развитии? Он включил второй аудиопоток и пытается разобраться. Пока что не получается из-за того, что внимание перескакило. Что есть в развитии? Да. Развитие – это всегда развитие. Развитие – это познание. Развитие – это по большому счёту, что такое развитие. Это когда ты научаешься видеть знания, которые есть в тебе. Знания есть в каждом из нас. Я вам не несу никакие знания. Не несёт вам ни один спикер никакие знания. Каждый спикер просто в определённый момент срабатывает как ваш триггер на распаковку ваших знаний, тех знаний, которые есть в вас. Знаете что-нибудь про Сол Гудман? Тут комментарий, то, что он собирает какую-то команду и что-то делает. Я не знаю, кто такой. Не могу прокомментировать. Ещё вопрос, что за ценная информация, которой вы владеете. Тут написано, кто это, и что за ценная информация, которой эта дама владеет. Это если дословно читать. Я просто человек, Лаврова Светлана. Я даю... Ну, вы можете посмотреть на канале очень много видео, если вам интересно. И у вас сложится своё мнение, чтобы вам не кто-то сказал, кто я, а чтобы у вас сложилось своё мнение, независимо от кого. Можете посмотреть мои видео и увидеть мою точку зрения, наверное, так правильно будет. Моё восприятие этой жизни. В любом случае, я думаю, тут вопрос вовлечённости каждого. И как раз вот эта благодарность, её смысл в основном в этом, что человек, вовлекаясь через свои материальные какие-то наработки в этом мире физическом, он больше будет уделять внимание лично для того, чтобы его интеллект, энергию направить в определённое русло, скажем. А не так вот, что ты сидишь там, смотришь три видео, и ни одного из них не понимаешь, что там происходит. Нет, я, наверное, знаешь, Артурчик, с собой здесь не согласна, потому что каждое видео, которое человек... Если он всё-таки его смотрит, он его понимает. Если он его не сомнёт, это другой момент. Я имею в виду одновременно. Тут просто был комментарий, что человек сидит, слушает два аудиопотока одновременно. Я, правда, не понимаю, как это можно делать, но всё же был у нас пример, Юли Цезарь, но всё же у меня это не получается. Если сосредоточусь на одном, то у меня одно получается всегда. Ну, то есть в один момент времени. Понятно, что там можно сначала одно посмотреть, потом другое. А так, чтобы два вместе, это за грани реального, мне кажется. Ну, это ничего страшного, пусть человек Света, для чего мало времени осталось. Ребят, если мы сейчас... Давайте начнём лучше с того, что если мы сейчас сосредоточимся на отдавании, именно на отдавании, на деление собой, то мы успеем, я вам так скажу. Мы успеем к тому, что нам нужно. Ещё такой вопрос. Что значит знания для вас? Знания в нас, точнее, откуда они там могут быть, если мы их не видим ни разу в этой жизни? Не видели ни разу. Если они что? Ну, откуда они там могут быть, если мы их не видели ни разу в жизни? Нет, смотрите, ребят, я уже говорила, у меня были несколько видео. Знания в нас есть все, несколько поколений. Все поколения, которые есть в вас, ваше ДНК формировалось не только с вас. Она у вас не возникла вновь. Она не возникла с мамой и папой. Она возникла с бабушки, с дедушки, с прадедушки тысячи лет назад, десять тысяч лет назад. Вот пока ваш род существовал, все знания вашего рода, вашей глобализации рода, все знания, они в вас, в вашей ДНК. Они все в вас. И когда вы научитесь их распаковывать, вы их распакуете максимально. Потому что эти знания... Ребята, все знания, они есть в вас. Их нет где-то сторонних. И эти знания, они не предположения. Это не информация. Нужно очень четко понимать, что информация и знания – это разные моменты. То есть знания, они всегда есть в нас. А информация – это информационный ресурс, это временный ресурс, которым мы пользуемся до того момента, пока мы не научились распаковывать знания, которые есть в нас. Ясно. Еще пишут, в чем ваша миссия. Ну, спрашивают, вы замужем, и в чем ваша миссия. И еще, что ясно, в ДНК, спасибо. И как же они распаковываются? От того же человека? А, нет, не другой человек. Ну, в чем моя миссия? Я уже, наверное, отвечала не один раз. То есть я акцент держу на себе. И мне было бы очень здорово, очень клево, очень хорошо, когда вокруг меня будут собираться и распаковываться максимально люди, которые вокруг меня есть. То есть на каждом ретрите я понимаю, что вокруг меня постоянно, каждый момент времени уникальные люди. И когда они распаковываются, им просто не хватает. То есть я же не учитель, я не гуру, я не какой-то там ясновидец. Я просто на определенном этапе срабатываю триггером для определенного человека. И вот этот триггер, который распаковывает самого человека, самого того, что в нем есть уже. И когда он распаковывается, в нем как раз открывается этот пазл, которого не хватает мне, а я ему даю тот пазл, который не хватает ему. И это уникальное событие, это действительно тот взрыв, который клевый, это здорово. И моя миссия – это распаковывать людей, распаковывать их так, что в них внутри. Не то, что я им даю, а то, что у них внутри. И они все очень масштабные, очень глобальные. И второй еще был вопрос. И как же они распаковываются? Ну вот то, что про ТНК, эти знания. Как они распаковываются? Ну они распаковываются жестко. Ребят, как они распаковываются? Нет такой, нет инструкции по распаковке. Когда ко мне приходит человек, я уже четко вижу, то есть человека я могу определить по запаху. Запах не его, что он ел, а запах его эмоций, запах его энергетический. У каждой молекулы ДНК есть свой запах. Я чувствую, он может говорить одно, а я чувствую, что это другое. Я по запаху вижу, что это другое. И когда мы с ним идем на честности, когда он позволяет себе быть честным, он распаковывается максимально. И когда он распаковывается через честность, когда он раскрывается, после этого он раскрывает в себе те знания, которые в нем есть. Это уникальные знания. Вот так это происходит. Согласен. Благодарю. Мне кажется, у нас тут очень мало времени осталось для того, чтобы еще вот тут немножко пара вопросов. Они глубокие достаточно. Успеем? Ну, если еще один вопросик, и будем заканчивать. Да. Ну, пишут, для чего, это, наверное, мы ответим, да, то, что до чего мало времени осталось, это озвучили там. И еще такой вопрос. Сигнальная система не дает человеку покоя, но мы этому, в общем, мы поэтому как бы жаждем какого-то развития, хотя Иисус, Будда и так далее мир намного лучше сделали. И вопрос этот, вот такой немножко странный вопрос, да. Ребят, давайте, я даже вопрос вникать не буду. Лучший мир делает только мы. Когда мы ориентируемся на кого-то, мы всегда уходим от самих себя. Когда мы уходим от самих себя, мы не можем быть счастливыми. Мы не можем быть счастливыми, потому что мы теряем себя. А когда мы не в себе, когда мы не с собой, мы не видим себя, мы не видим тому, кому причинить нужно добро, счастье и любовь. И только благодаря себе, когда мы возвращаемся вновь к самому себе, когда мы не делаем для себя кумиров, когда мы не делаем для себя гуру, когда мы возвращаемся к самому себе, мы только тогда можем подарить любовь, только тогда мы можем увидеть счастье тому, кому это дарить. И только после этого мы становимся тотально счастливым человеком, тотально счастливым не в плане вау, как я уже говорила, да, а именно благости. И только в состоянии благости мы распаковываем себя. Приходите к себе. И если не умеете, я вас научу приходить к себе ни ко мне, ни к кому-то, ни к каким-то гуру, а именно к себе, потому что вы и есть тот гуру для самого себя. Ребята, я вас всех люблю. Спасибо огромное за эфир. Всех обнимаю. Если какие-то есть вопросы, пишите в личку.